В Владимирской области выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. На 41 меньше, чем днём ранее. Госпитализированы 17 человек, накануне было 27. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 175 229. В лидерах по заражениям ковров 36 заболевших за сутки. На втором месте Владимир, там выявили 35 новых случаев. На третьем Муром 26 заболевших. В регионе за сутки от ковида скончался 1 человек. Общее количество погибших за всё время пандемии 3543. Выздоровели за сутки 904 человека. Всего болезнь победили 168 422 жителя области. В тёмное время суток с разницей в несколько часов в регионе произошли три серьёзных автоаварии. В Судогодском районе на южном объезде Владимира столкнулись КАМАЗ с полуприцепом имени Вен-Фольксваген. Два человека погибли, три пострадали. Авария случилась на 206-м километре трассы М7 в 2.30 ночи. По предварительной информации полиции, фура наехала на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки. После чего в затормозившие за столкновение большегруз врезалась иномарка. Водитель автомобиля Вольксваген-транспортер 1991 года рождения допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем КАМАЗ под управлением водителя 1970 года рождения. В аварии погиб 40-летний мужчина, 18-летний молодой человек. Три женщины, пассажиры Вольксвагена были госпитализированы с различными травмами. Ещё одно ДТП с участием грузовика легковушки произошло в Суздальском районе. На 265-м километре дороги Р-132 «Золотое кольцо» около 4 утра столкнулись ВАЗ-14 модель и грузовая «Газель». На этих кадрах видно, что легковушка получила серьёзные повреждения. По предварительным данным дорожной полиции, 22-летний водитель легковушки допустил наезд на идущий впереди грузовик. Молодой человек и два его пассажира были госпитализированы. Ещё одно происшествие с участием большегруза произошло вечером 13 октября в Муроме. В районе обхода города КАМАЗ сбил пешехода. Пострадавший выжил, но находится в тяжёлом состоянии. Он госпитализирован, врачи борются за его жизнь. Водитель автомобиля КАМАЗ 1997 года рождения допустил наезд на пешехода 1965 года рождения, который двигался по правому краю в попутном направлении с транспортным средством. С места ДТП водитель скрылся. В ходе проведённых оперативно-рыскных мероприятий был установлен и впоследствии задержан. Бывшему заместителю губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому предъявлено ещё одно обвинение. Помимо нескольких эпизодов взяток в крупном размере, Вишневского обвинили теперь и в мошенничестве. При этом срок содержания под стражей продлён на месяц. Об этом сообщает Октябрьский райсуд Владимира. По версии следствия, в период работы в Белом доме чиновник получил от различных предпринимателей взятки на сумму свыше 700 тысяч рублей. Взамен на деньги и различные услуги, за которые Вишневский также принимал оплату, он обещал способствовать принятию нужных бизнесменам решений в Ковровской областной администрации. К этому, по данным суда, добавилось ещё и обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. Органами предварительного расследования Вишневскому инкриминировано хищение путём обмана с использованием своего служебного положения, денежных средств под видом оказания благотворительной помощи в размере более 100 тысяч рублей. Сообщается, что сторона защиты полагала возможным смягчить Вишневскому меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. Но Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам и оставил экс-зам губернатора в СИЗО до 14 ноября 2022 года включительно. В этот день исполнится ровно год с момента ареста Григория Вишневского. Во Владимирской области запустили первый участок автомагистрали М-12. Торжественная церемония открытия состоялась в Собинском районе недалеко от станции Колокша. Проезд по участку федеральной трассы, по сути дублирующему южный объезд Владимира, будет стоить 104 рубля для легковых автомобилей и мотоциклистов и 312 рублей для грузовых машин. Протяженность открываемого участка порядка 26 километров. Он начинается от трассы М-7 в районе станции Колокша, дальше идет мимо Улыбышевского карьера, мимо кладбища, после чего выходит на обход бараков и соединяется с развязкой на повороте в Гусь-Хрустальный. Как подчеркивают чиновники, запуск участка дублера на М-12 частично разгрузит двухполосную дорогу южного объезда Владимира от грузового трафика. Это позволит снизить аварийность и взяться за его ремонт, отмечает губернатор региона. Причем М-12 позволит добраться из Москвы до Казани за 6,5 часов. Вместо 12, как сейчас, трасса пройдет по территории пяти регионов. Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. Общая протяженность дороги более 800 километров. Из них 220 пройдут по нашему региону. По словам Александра Авдеева, все работы на территории Владимирской области планируется завершить уже в следующем году. Планируется тоже сделать раньше срока, раньше контрактных сроков, потому что компании и подрядчики идут с опережением графика. И надеемся, что уже через год участок по Владимирской области тоже будет сдан. Пока, будем говорить, из 220 километров в этом году по территории Владимирской области компании будет выполнено 80 с небольшим километров. И оставшиеся 120-140 километров будут сданы в следующем году, я так понимаю. Ну, с небольшим можно будет уходом на 24-й год. В торжественном открытии участка Владимирской области приняли участие губернатор Александр Авдеев, заместитель руководителя, начальник управления строительства дороги М12 госкомпании «Автодора» Юрий Кузьмин. По телемосту из Казани к церемонии присоединились помощник президента России Игорь Левитин, заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин, заместитель министра транспорта, руководитель Федерального дорожного агентства и руководитель «Автодора». Марат Хуснулин дал старт движению транспорта по новой дороге. К концу 2022 года в Ковровском районе будут готовы разворотные петли на трассе М7 «Волга». Об этом сообщается на сайте «Упердор Москва-Нижний Новгород». Новые развязки на федеральной трассе появятся возле деревень Дроздовка и Сенина. Протяженность каждой составит около 1 километра. С помощью них планируется увеличить пропускную способность, повысить безопасность движения и улучшить транспортную доступность населенных пунктов, расположенных в районе федеральной автодороги. В настоящее время дорожники заменили и расширили насыпь, обустроили новую дорожную одежду. Также ведутся работы по укреплению обочин, обустройству водоотводных лотков. Позже здесь появится искусственное освещение, металлическое барьерное ограждение, также будут установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка из термопластика. Одноуровневая развязка у Дроздовки готова на 85%. Завершена укладка 35 тысяч квадратных метров верхнего слоя покрытия из износа стойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерно-битумными вяжущими. Ведутся работы по благоустройству. Готовность разворотной петли у Сенина оценивается в 70%. Специалисты выполняют устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. Напомним, еще в феврале этого года УПРДОР сообщала о готовящемся дорожном ремонте в Ковровском районе. Судя по сайту госзакупок, контракт на проведение работ был выставлен еще в прошлом году, а его стоимость составила более 438 миллионов рублей. Строительство же разворотных петель началось весной 2022 года. Данные развороты начали строить в рамках капитального ремонта участка трассы М7 «Волга» между 222 и 244 километрами. Данный отрезок характеризуется высокой интенсивностью, где в сутки проезжает порядка 20 тысяч автомобилей. Из-за левых поворотов и прямых пересечений с другими дорогами здесь периодически происходит ДТП с тяжелыми последствиями. Основная задача развязок – увеличение пропускной способности дороги, повышение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности населенных пунктов, расположенных в зоне тяготения федеральной автодороги. Жители Суздали жалуются, что по реке Каменка продолжает курсировать теплоход, а волны от него размывают берега. Владельцы судна «Заря» проводят речные прогулки для туристов. Напомним, мы поднимали проблему летом. Из грунта берега выходят корни деревьев, по обеим сторонам реки земельные участки. Люди боятся, что склоны могут обрушиться. Вот, пожалуйста, результат похождения этого судна по нашей речке. Берег весь обвалился. Раньше было 4,5 метра, где 4 метра. От него осталось тут метра два, не больше. Где-то полтора метра. Вот, до моего забора буквально тут вот сколько? Полтора метра, не больше. Дерево рухнуло уже. Слава богу, никого не придавило. На проблему обратили внимание в администрации Суздаля и в прокуратуре. И чиновники, и представители надзорного ведомства утверждают, что по реке Каменка могут ходить только маломерные суда, а теплоход «Заря» в этот перечень не входит. Местные власти уже просили владельца судна прекратить проведение экскурсии. Прокуратура, в свою очередь, тоже вынесла представление. Нарушения предпринимателей устранять не спешат. Прокуроры готовы пойти на крайние меры. По словам жителей, во время движения теплоход задевает конструкцию моста через реку. Переправа шатается. Речь идет о пешеходном мостике через реку Каменка на улице Шмидта. Жители забили тревогу. Ранее они сообщали, что мост стоит на обгорелых бревнах. Опору подожгли во время съемок фильма. Люди переживают, что переправа рухнет. Мы боимся по нему ходить. Он может обвалиться, обрушиться. Вот сделали укосины временные, но я не знаю, как надолго они нас спасут. Мост хоть и шатается, но безопасен. Конструкция прочная и при необходимости ремонтируется. Об этом сообщили в администрации Суздаля на запрос 6 канала. Мост был построен за счет средств мецената Полтева в 2015 году. И ежегодно обслуживается и ремонтируется за счет средств предпринимателя. В настоящее время наблюдается колебание конструкции. Но угрозы жизни и здоровью пешеходов не представляет. Силами МБУ благоустройства города Суздаля конструкция моста укреплена. В прокуратуре тоже успокаивают. Проверка показала, что целостность моста не нарушена и после испытания конструкции огнем. Было установлено, чтобы горевшие опоры моста не точной способности не утратило. В настоящее время МБУ благоустройства. После внесения представления прокурором выполнена работа по сравнению визуальных досадок опоры моста. Она окрашена. Вопрос прекращения работы теплохода «Заря» на реке Каменка ведомство держит под контролем. Мы также проследим за развитием этой истории. Евгений Павлов, «Шестой канал». Бывшему директору муниципального права компании МКП ЖКХ грозит до 4 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий. Об этом сообщают в прокуратуре и региональном следкоме. Уголовное дело будет рассматриваться во Фрунденском районном суде. А поводом же для его возбуждения стали материалы прокурорской проверки. В 2018 году жилой дом по адресу Большая Нижегородская, 63-В, был признан аварийным и подлежащим сносу. Но несмотря на техническое состояние здания, по версии следствия, директор муниципальной управляющей компании заключила от имени возглавляемой ею организации договора социального найма квартир в проблемном доме. Приняв на себя заведомо невыполнимое обязательство по предоставлению нанимателям пригодных для проживания жидких помещений, в состоянии, отвечающим требованиям пожарной безопасности, центрально-гигиеническим, экологическим и иным требованиям, женщина вышла за пределы предоставленных ей полномочий, в результате чего были нарушены права граждан из лицов названного дома. Напомним, наш телеканал рассказывал об этом аварийном доме в конце февраля. Жители твердили, что в таких условиях невозможно жить. Здесь реально невозможно находиться. Очень страшно. Это самый опасный грибок, что есть. Им даже дышать нельзя. Находиться в данной квартире невозможно. В марте к жителям аварийного дома приехал областной прокурор и чиновники вместе с главой Владимира. Комиссия осмотрела условия проживания 12 семей. Выводы были неутешительные. Прокуроры начали борьбу за скорейшее расселение аварийного дома. Надзорное ведомство потребовало от городской администрации переселить жителей аварийного здания на улице Большой Нижегородской в новые квартиры. Ранее, с решением Октябрьского района города Владимира, возле требования прокурора города об обязании отселить жителей названного на квартирного дома, предоставить нанимателям по договору социального найма благоустроенной жилой помещения и обеспечить жилищные права собственнику в квартиру. Что касается уголовного дела, то его расследовал региональный следком. В ведомстве добавляет, что обвиняемая свою вину так и не признала. Алексей Домнин, Шестой канал. Помогать и поддерживать тех, кому это особенно важно. В этом свою социальную задачу видят многие представители бизнеса. В это непростое время они не только собирают помощь и средства для мобилизованных, но и стараются трудоустроить вынужденных переселенцев. Решить вопрос с работой помогает и крупное ювелирное производство «Адамант» в Кольчугино. В числе тех, кто начинает жизнь заново в Владимирской области, Елена Стацура. Она приехала из Донецка, трудилась экспертом-оценщиком в одной из компаний. Однако ее судьба круто изменилась. Девушка была вынуждена уехать из родного города. По воле случая оказалась в нашем регионе и узнала о вакансии на Кольчугинском ювелирном производстве. Сейчас Елена проходит обучение и, по словам начальства, проявила себя как аккуратный и ответственный работник. Через центр занятости я попала сюда. Привезли прямо сюда. Все очень хорошо, все очень нравится. Я работаю в цеху упаковки, взвешиваем изделия, записываем, вешаем бирочку на изделия. На другом ювелирном участке трудится Сергей. У него похожая история. Приехал из Донецка, раньше работал в грузоперевозках, теперь осваивает новую профессию. Старается научиться всему и набраться опыта. В коллективе, рассказывает Сергей, приняли хорошо. Условия работы нравятся. Мне друг рассказал и привел меня сюда. Мне понравилось. Я работаю, обучают меня сейчас в данный момент ученик, пайщик, мотальщик, куча разных вакансий. Выбирай любую, которая больше по душе. Тепло, уютно, чисто. Столовая очень вкусно кормят. И автобус возят на работу. Дмитрий приехал из Мариуполя. Некоторое время жил в пункте временного размещения и не знал, что ждет впереди. Сейчас появилась определенность и стабильность. Молодой человек проходит обучение на производстве и мечтает остаться работать на ювелирном заводе в Кольчугино. На предприятии даже помогли снять жилье. Ранее я никогда не сталкивался с такой работой. Ранее я всегда работал в таких работах. В основном в магазины, либо бары, рестораны, официант, бармен, либо же продавец. То есть пришел, получается, центр занятия на эту работу, посмотрел, мне понравилось. Поэтому меня полностью обучают, обучали с нуля. В нашем цеху это вязка цепей. То есть надо заправлять станки, то есть либо же вязать цепи, либо же, как мы снимаем пачки, тоже уже готовые цепи, мы их так называем. Всего на предприятии трудится более 10 человек, которые оказались вдали от дома. Они пришли на завод в течение прошлого месяца. Мы принимаем как с опытом работы, так и без опыта работы. Обучение у нас происходит на рабочем месте. Срок от 1 до 3 месяцев. Период обучения заработной платы у нас от 33 тысяч. Если рассматривать другие непосредственно участки, как Гальваника, либо Пайка, это вакансии профессии с вредностью. У них заработная плата на период обучения это 45 тысяч. После обучения, рассказывает Татьяна, трудоустроенные сотрудники проходят аттестацию. Затем из разряда учеников переходят специалисты на сдельную заработную плату. Как пояснили на заводе, в среднем эта сумма не менее 70 тысяч рублей. У нас вакантное место это ювелир-монтировщик, гальваник, Пайка, огранка с колод, официальное трудоустройство с первого рабочего дня, полный соцпакет, график у нас 5-2. На производство нужны ответственные сотрудники, которые готовы учиться новому и развиваться. В кадровой службе компании отмечают, тех, кто уже нашел работу на производстве, отличают трудолюбие, целеустремленность и неравнодушное отношение к своим обязанностям.